Какие самые неэффективные желчегонные препараты, которые можно встретить в аптеке? Это обычной форме биологически активных добавок в виде экстрактов и порошков. Как правило, там находятся очень маленькие дозы необходимых действующих веществ. Туда добавляют красители, консерванты, стабилизаторы. Всё то, что для желчегонного эффекта абсолютно бесполезно. Поэтому самые лучшие желчегонные препараты это в виде отваров и настоев, потому что со слизистой 12-перстной кишки, со слизистой желудком, идёт рефлекс к желчному пузырю на накопление желчи и на выделение желчи. Необходимо также придерживаться правил назначения желчегонных. Это за 30 минут до еды. Если не помогает какой-то вид травы, необходимо менять его на другой, потому что нет золотого правила в фитотерапии. Если не помогла одна трава, то нужно искать другую, которая наиболее подходит для вас. Следующее правило – необходимую дозу, которая эффективна именно для вас, начиная с малых доз, от 1 столовой ложки и далее прибавляя по 1 чайной ложке, до тех пор, пока не будет выраженного эффекта. Значительно больше информации на моём сайте drzimin.ru, а также в социальных сетях. Продолжение следует... Продолжение следует...